Здравствуйте дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале Дачные Советы. Сегодня у нас 17 марта и я хочу вам показать результаты посева астр, которые я сеяла 15 марта. То есть сегодня идут вторые сутки с момента посева этих астр. Сею я как обычно своим способом, любимым уже на протяжении многих лет так астры и всхожесть всегда меня очень-очень радует. В сам момент посева я оставлю ссылку на ролик, где я сеяла семена под сегодняшним видео. А сейчас я покажу какие же астры я посеяла. Это была серия астр Бомбина от фирмы Биотехника, Кармин сорт, затем Red Shades сорт и Light Rose Double. Вот таких вот три сорта были посеяны. Сразу хочу показать. Кармин у нас дата урожая 19 год, то есть это совершенно свежие семена. А вот эти два сорта Light Rose Double, вот видим мы, урожай 18 год, расфасована в 19 году. И Red Shades также, урожай 18 года, фасовка 19. По 40 семян в упаковочке было, я посеяла по 15 семян, хотя думаю зря я так посеяла, нужно было по 10 семян посеять. Но сейчас мы посмотрим результат этого посева. Кармин, это свежие семена 2019 года. Из посеянных 15 семян, тут они конечно расплылись у меня во все стороны, я сегодня взяла лопу, посчитала здесь 11 росточков. И также я хочу сказать, что все эти росточки появились еще вчера. Проклюнулись эти семена еще вчера. Но вчера был уже вечер, я не стала снимать ролик. Ну и я думаю, те 4 семечка, здесь вот они как-то заплыли, вот где-то здесь, в сторону, тут вот вижу, что заглубилась немножко семечка. Возможно, там уже есть росточек, я просто его не вижу. Вот, вот таков вот результат. Из 15 семян на вторые сутки 11 уже проклюнулись. Второй, значит, момент. Второй у нас Light Rose Double, это уже 2018 года семена. Здесь на данный момент у меня 7 семян проклюнулось. Ну, год уже пролежали эти семена. У них примерно уже, когда год Astra пролежала с момента сбора семян, где-то примерно уже процентов 70 в схожести. Но также мы еще подождем, потому что Астру, вот моим методом посева, свежую Астру, если мы сеем, то схожесть, как правило, 100%. Если год полежавшие семена уже процентов 70, и всходят они уже не на второй день, как правило, а на третий, на четвертый. Ну, вот эти семена проклюнулись также вчера. Поэтому, может быть, еще на третий, на четвертый день, завтра, послезавтра, я думаю, что из вот этих посеянных 15 мы еще получим какое-то количество проросших семян. И Astra Red Shades меня очень удивило. Также 2018 год. И посмотрите, из 15 семян я посчитала 11. Также у меня появились росточки. То есть, вот такая вот замечательная всхожесть. Что делать сейчас, вот когда появляются росточки, нужно ли присыпать? В принципе, вы можете присыпать песком после появления вот этих вот росточков. Сверху можно аккуратненько присыпать песком. Я не буду присыпать. Я сейчас контейнера уже открою, приоткрою, не совсем открою, а вот так вот они у меня полузакрытые будут. Вот сюда я поставлю какой-нибудь фиксатор для того, чтобы попадал воздух. Но тепличка, микроклип от теплички все-таки оставался, так как есть у меня еще семена, которые не проклюнулись. И для того, чтобы слетела вот эта чешуйка, нужно, чтобы была все равно влажность в контейнере. Полностью я не открываю контейнер. И после того, как вот этот грунт подсохнет, я подокучу свои росточки. Вот, в принципе, я каждый год так выращиваю астру. Способ замечательный. Здесь у меня грунт использовался. Грунт с добавлением кокосового субстрата. И хочу сказать, что вот тут вот очень хорошо уплотнены бороздки. Бороздки нужно хорошо уплотнять. А вот в этом контейнере, где меньше всего взошло, я как-то плохо, видимо, уплотнила. И я посчитала, семена у меня не все на поверхности. Часть семян у меня, видимо, все-таки заглубилась в этот грунт. Грунт мы готовим, конечно, легкий. Но уплотнять бороздки нужно очень хорошо. И вот мне писали в комментариях, что астра и так прекрасно всходит без каких-либо заморочек. Но я не считаю, какие же здесь были заморочки при посеве. Когда, в принципе, ну что мы сделали? Мы только поместили вот эти семена в момент, когда я их купила. Я их сразу поместила в морозильную камеру. И затем, какая следующая была заморочка? Уплотнить бороздки, распределить семена и полить кипятком. Вот и вся заморочка. Никаких заморочек, я считаю, нет. Очень легкий способ и надежный, 100% надежный. Если у вас астра, если вы купили астру и видите, что у ней срок годности указан у вас до конца 2020 года. В этом случае нужно астру замочить, семена астры. Кто видел мой ролик, как я сеяла, я вот открывала при вас эти пакеты и сеяла сухими семенами. Если бы у меня были астры, у которых заканчивается срок годности, тогда бы я их замочила на 12 часов. В каких можно растворах замочить? На мой взгляд, лучше всего замачивать вот в таких вот витаминах Аквамикс. Как они разводятся для замачивания, мы вот здесь вот можем прочитать. Можно замачивать, если нет этих витамин, вот в Ашби-101. Можно замочить также на 12 часов в Агате. Тогда мы Агат разводим 0,1 мл. Вот одно такое маленькое деление. На примерно 300-400 мл воды для замачивания семян. Также на 12 часов. И можно замочить в Энергене. Тоже очень хорошо. И после того, как семена астры полежали 12 часов, мы их на ватном диске немножко обсушиваем и сеем. И эффект получается точно такой же, если мы польем эти семена кипятком. Все-таки вот кипятком можно поливать в принципе любые семена. Такой посев мы можем применять при посеве любых семян. Будь то цини, бархатцы, ну все что угодно. Бархатцы я только так всегда тоже сею. Я тоже их обязательно проливаю кипятком. Но у бархатцев немного другая у меня технология. Я сначала делаю бороздку. Проливаю бороздку кипятком. Затем раскладываю семена. По семенам еще раз кипятком проливаю. И после этого засыпаю грунтом. Грунт я засыпаю такой слегка влажный. И уже сверху я кипяток не даю. И закрываю также контейнера. Когда мы посеяли семена, вот эти контейнера я сразу же выставила на стеллаж, на досветку. Потому что если вот сейчас оставить эти семена без досветки, то они очень быстро, росточки эти вытянутся. Этого не нужно допускать. Поэтому у меня сейчас эти контейнера, ну в принципе сразу, как я 15-го посеяла, я сразу выставила под свет, под лампы эти контейнера. Если вы планируете посеять семена астр в теплице, то здесь можно немного по-другому сделать. Также семена эти мы держим в морозильной камере. Затем привезли в сад, приготовили контейнер какой-то с грунтом. Можно привезти из дома, если бани нет, если нет горячей воды в саду, можно привезти из дома термос с водой горячей. И пролить также по семенам вот этим кипятком. Если, когда я выращиваю в саду, в теплице астры, я немного их присыпаю. Потому что если мы их не присыплем грунтом буквально 1-2 мм, то вот эти чешуйки очень быстро пересыхают на солнце, если выглянет солнце. И наша астра может, в общем-то, погибнуть от этого. Поэтому, когда вы будете сеять в теплице, 1-2 мм можно либо песком, либо легким торфом обязательно присыпать этот посев астр. И у вас будет такой же замечательный посев. Такая же замечательная всхожесть, если вы на семена польете кипятком. Что я буду делать сейчас вот с этими пакетами? У меня здесь осталось по 25 семян. Эти пакеты я вновь поместила в морозильную камеру. И они будут у меня там находиться до следующего года. В следующем году вновь я буду высаживать семена из этих пакетов. И, как правило, я покупаю астры на 2-3 года. Вот не знаю, почему я в этом году, в этот раз посеяла по 15 штук. Но просто мне очень эта серия нравится. Я очень хочу много таких астр насадить. А вообще, в принципе, их можно было посеять там по 5-10 штучек. Вполне было бы достаточно. Потому что уже вот в следующем году, вот эти астры, которые 18 года, их, конечно, уже придется все 25 оставшихся семян посеять, для того, чтобы получить 10-12 росточков. Потому что в следующем году это будет уже 3-й год. получается, да, 18-й, 19-й. Нет, ну да, 3-й год уже получается. 2 года уже они отлежат. Конечно, их уже нужно будет посеять побольше, для того, чтобы получить вот из 25 хотя бы половина, чтобы у нас взошла. И, конечно, нам придется поддержать в стимуляторе роста. Так как астра, это одно из немногих растений, которое теряет всхожесть буквально уже на второй год. Через 2 года. На второй год еще нормально всходят семена. А вот через 2 года, отлежав 2 года, уже всхожесть астр теряется, падает. Но, если вы будете держать в морозильной камере эти семена, то они точно так же прекрасно у вас зайдут. У меня вот эти семена, которые я покупала 18-го года, это когда я их купила, я их поместила в морозильную камеру. Да, а до этого-то они лежали где-то, явно, что не в морозильной камере хранились. И поэтому, когда вот мне пишут, либо покупатели наши говорят, что астра на второй год не всходит. Ну, друзья мои, вот я вам только что показываю наглядный пример, что прекрасно они всходят, если мы правильно хранили эти семена, и если мы их правильно посеяли. Всхожесть замечательная. Она, конечно, немного снижается, но не критично. В следующем году, да, будет всхожесть хуже. Но вот в этом году все еще пока прекрасно и замечательно. Пишите комментарии, задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Я желаю всем получить прекрасные всходы астр, чтобы астрочка нас порадовала в этом году своим цветением. А я на этом ролик заканчиваю. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok